Я постараюсь вам рассказать техническую составляющую экспозиции зала «Современные способы сварки». Зовут меня Сигаев Алексей Анатольевич, я генеральный директор Западноуральского ассоциационного центра НАЦ, город Пельм. Достаточно? Так, поехали. Значит, первая часть экспозиции у нас согласно ТЭП, это сваркоплавление. Мы стоим сейчас у первого стенда. Итак, что мы видим? Первое. Это коньки фигурные. Начнем в общем, я скажу. Этот стенд исторически подчеркивает развитие ручной ноговой сварки. От начала ее применения, здесь мы видим отклик ее применения во время Второй мировой войны. Причем так достаточно притянуто к Пермскому краю. Что здесь считается очень неплохо. То есть первое, что мы видим, это коньки фигурные. Вот они здесь сверху. Заварены они обычной ручной ноговой сваркой, электродами. Место приварки, то есть они изготовлены из двух деталей. Это непосредственно лезвие, на которое вы катаете. И вот эти вот подковы, так я их назову, которым они крепятся к самим ботинкам. То есть вот части лезвий с этими подковами выполнены ручной ноговой сваркой. И швы хорошо видны. Причем вот на этом дынье хорошо видны дефекты даже. Тут небольшое нисплавление происходит. С моей стороны лучше будет видно. После этого швы были зачищены. Но я так понимаю, идея показать, что сварка ручная, дуговая доступна. И в самых таких вот домашних условиях коньки в быту. А сейчас коньки, наверное, так не делают? Я думаю, точно так же делают. Так как это достаточно дешевое изделие, для простоты производительства. Хотя я думаю, китайцы, наверное, уже поставили какую-нибудь автоматическую машину, которая выплевывает их. Лазером, наверное. Нет, не лазером. Технология та же. Единственное, там, наверное, будет уже полуавтомат. Но я имею в виду, просто человек уже. То есть вот это вот коньки их варил человек. То есть он собирал, проваривал и так далее. Сейчас это, я думаю, делает автомат. Но в принципе конструкция не изменилась. Значит, поехали дальше. Ну, маска А. Элемент компенсатора из углеродистой стали. Пильмэнергоремонт. Я думаю, речь идет вот об этой штучке под номером 2. Тем более, что вот тут цифра 2 совпадает, да? Вот. Значит, здесь очень интересно показано, вот, как в полевых условиях. То есть фактически это врезка. То есть здесь элемент трубы. Очень большой, толстостенный. Возможно, это газовая труба. Возможно, это паровая труба. Но судя по большому его толщине, это труба, работающая при очень высоких нагрузках, давлениях и так далее. И по изгибу видно, что это большой диаметр, там, 1400 или, может быть, там, 700. Ну, большого диаметра труба. Вот. И необходимо было осуществить врезку. Вот это хорошо видно. То есть в ней было сделано сверление. В это сверление было вставлено вот эта вот труба. Которая сверка, да? Да. Вот потом она была проварена многократно. Я так вот вижу, где-то, наверное, тут как минимум проходов 6. Может быть, больше, но это надо шлиф делать, чтобы четко увидеть. Но, я думаю, не меньше. А вот после этого, через эту трубу, было осуществлено сверление. Вот остатки трубы. И мы получили, соответственно, отводной канал. То есть это вот с готовой конструкции, значит, таким вот образом. Это, может быть, это для ремонта, может быть, это для слива, может быть, это для ревизии. То есть вот была изготовлена путем сварки из большой, высокой, из трубы большого сечения была изготовлена вот такая вот сливная, как здесь написано, компенсатор из углеродистой стали. Ну, можно говорить о том, что просто вот это врезка трубы малого диаметра в большом. Вот яркий вверх, то, что нам постоянно нужно. Да, вот у нас идет газопровод, у нас идет там паропровод, еще что-то. И до сих пор это ручной? А потому что это происходит в полях. То есть мы подчеркиваем, что ручная на этом стенде, мы все говорим про ручную и другую сварку. И говорим о том, что да, это давно, да, это работает, но это работает и сегодня. Потому что если мы приезжаем где-то в поле, и нам надо сделать отвод или что-то еще, то у нас нет возможности везти туда машину, какую-то там что-то организовывать. Есть электроды, подключились и быстро выполнили работы. В этом плане ручная и друговая сварка, она незаменимая и так далее. То есть она, можно сказать, будет все равно... Она всегда будет. Всегда будет. Всегда будет. Как запасное колесо в автомобиле. Придумали шиномонтажи, придумали эвакуацию и так далее. Но запаску все равно никто не отменял. Вот. Дальше поехали. Электроды... А, маска электросварочная. По цифру 3. Вот. Значит, раньше маски делали вот из такого гофрокартона. Это вот маска. Очень ценный такой экспонат. Сейчас уже таких трудно найти. Где-то только далеко. И по ней можно очень хорошо и наглядно с манекеном. Вот посмотрите, маска... Ну, времен войны практически. Электросварщика 40-го года. Вот. Вот такой маской варили сварщики во время Второй мировой войны. А вот современная маска, мы ее видим на манекене. Конструктивно ничего не изменилось. Но если раньше вот сюда вкладывалось у нас темное стекло, то теперь у нас стоит электронная система самозатемнения. Вот. Если раньше она была из картона, то теперь она из современных пластиков термостойких. Вот. Но концептуально, посмотрите, то же самое, как раньше стекло имело защитную рамку и закрывающееся прозрачное стекло, чтобы не обгорало, так и современная электронная маска имеет внешнее защитное стекло. За ним мы видим электронную матрицу самозатемнения. А вот раз мы про маски, да, чтобы потом не возвращаться. А что это за система, вот как вы сказали, там электронная самозащита или как? Да, там стоит, значит, жидкокристаллическая матрица и вот там вот сверху... Очки хамелеонные. Ну, только более плотные очки хамелеоны, они затемняются медленно. Если у свадщика очки будут затемняться медленно, то он пожжет глаза. То есть вообще качество маски, качество маски в первую очередь определяется именно скоростью отклика. Если маска умудряется затемниться там за одну тысячную секунды... Это супер. Это хорошо. Если она затемняется где-то за десятую секунды, это уже так себе. Если это несколько десятых секунд, то свадщик с такой маской к концу дня... То есть это уже дешевая маска для сада, для огорода. Вот. Потому что если на ней работать постоянно, то глаза умыли. Вот у меня такой вопрос. Значит, вот эти маски, кто их производит сейчас? Все. Нет, то есть мы в России тоже производим? Вот она как бы... Производит их куча кто. Но так как мы здесь сейчас и в Пельми, то тут можно было бы, кстати, Леша, этот вопрос проводит. Производят такие маски ближе всего к нам, в Суксуне, Суксурский оптомеханический завод. Так, и сразу... Они наши хорошие друзья-партнеры, и они готовы, я думаю, с большим удовольствием тут поработать с вами. Вот. Они нам маску могут, так сказать, мы можем скомплектовать у них эту маску. Я бы даже пошел бы на вашем месте немножко больше. Маску-то они вам дадут вообще на запросто. Более того, они вам ее дали. Так. Леша просто или хочет надевать, ему нравится вот эта желтенькая. А она есть что ли у нас? Ну там вот на складе лежит. Она же не Суксунская, Нижегородская. Это Нижегородскую я тебе привез? Да, ты мне Нижегородскую привез. Ага, значит, мы есть... Нет, там, наверное, точно Нижегородская, да? Ну ты мне скажешь, что Нижегородская? Нет, нет. Маска Суксунская. Нижегородский костюм. А маска-то Суксунская. Ну разберемся. Все, прекрасно. Но там мы с ними... Нет, вот. Это я просто со склада у меня была Суксунская, я привез. Вот, но с ними можно поработать и попросить, чтобы они вообще сделали какой-нибудь стендик по конструкции ее. То есть там что-нибудь в разрезе, там. Ну, это вот то, что я вам сейчас рассказываю про скорость затемнения. Это же можно проиллюстрировать. Вот. И как-то оформить. То есть вообще это самый важный элемент в работе ручника? Для ручника сварщик самый важный. И у нас как раз в музее очень хорошо. Это можно обыграть. То есть у нас есть сварка эта маска сороковых годов. Вот. Есть. Ну и соответственно и без проблем подогнать современное. Вот. Провести параллели, что изменилось, что как. А вот вы сразу сказали такой нюанс, что это самый главный элемент ручников. А те, кто занимается там лазерные зарядки. А у них совсем другая история. Понятно. Там люди в белых палатах могут быть даже без масок или в очках. А, понятно. Понятно. Дальше. Хорошо. Так, поехали дальше. Следующий, третий пункт. А, третий мы прошли. Значит, вот на что стоит обратить внимание. Здесь у нас приведены электроды. Они, правда, уже давно приведены. Влагу набрали. Видим, тут заливало. Тут потрескался. Нет. Нет? Тут не заливало. Тут не заливало. Ну, просто, видимо, от влаги. Или от времени. Но это, значит, электроды, изготовленные на Лысинском металлургическом заводе. Значит, о чем здесь стоит говорить? То есть, ручная дуговая сварка, она очень проста. И она уникальна тем, что ее можно воссоздать в любых условиях. То есть, для того, чтобы нам варить ручной дуговой сваркой, нам нужно просто источник электрический. Вот наш Николай Галилович Славянов, мы в предыдущем зале говорили, да? Он сделал паровую машину, подключил к нему генератор, получил электричество. Все. Вот у него сварочный аппарат. Он его сделал. И начал экспериментировать. То есть, если у нас есть источник тока, мы уже можем варить. Дальше Славянову потребовалось изготовить специальный механизм. Вот мы видим там плавильник Славянова. Потому что, ну, не знаю. А электроды элементарные. Мы берем обычную сварочную проволоку, замешиваем, что называется, в бочонке с жидким стеклом. Там, соответственно, небольшое количество химических элементов. Там того же мела, там, марганца, кремния, там, и так далее. Ну, пропорции эти все известны. Давно уже открыты. Можно посмотреть в любом справочнике, что нам нужно для той или иной маски. Потом, соответственно, вот макаем в эту байду. И внешне как белье на веревочке сушится. Все, электроды готовы. Именно поэтому во времена войны это были проблемы со смоджением, с автоматизацией. Там, с технологией надо было, что называется, на коленке что-нибудь делать. Вот. Даже вот в Лысине, легко. Лысин никогда не была центром сварочных технологий. Да, мы это знаем. Там не было никогда крупных заводов по производству электродов. Но даже вот там нужно было варить. Почитали книжку молодого бойца, да, замесили, проволоки нарубили. И электроды можно сделать где угодно, в любых условиях. Вот. И дальше у нас как раз идет... А вот то, что они разного цвета, это как бы разный химический состав, да? Да, для разных материалов. То есть, допустим, электроды там для сварки нержавейки одни, электроды для сварки там, условно говоря, обычные там стали, другие электроды там для жаропрочки, третий и так далее. Плюс ко всему прочему, разные составы дают разные... Ну-ка, вкусовые, да, только суп, да? Мы приготовим один вкусный, другой невкусный. То есть разные составы дают разные сварочные свойства. То есть, допустим, мы можем сделать состав, который обеспечит нам сварной шов, допустим, более мягкий, более пластичный, как мы это чаще всего. Вот, а есть, то есть свармашок будет, наоборот, более твердый. Вот, каким-то электродом, допустим, мы получим лучшие сварочные характеристики, ну то есть, но зато им будет очень сложно варить. А каким-то, наоборот, будет очень легко варить, вот, но свармашок будет похуже. То есть, в зависимости от того, где, как мы их пользуемся, если мы, например, хотим варить заборы, то нам лучше использовать какие-нибудь рутиловые электроды простые. Вот, они легко зажигаются, хорошая текучесть металла, там, и прочее. Вот, нам все, ну, твердости, механические характеристики нам не так важны. Нам приварить на все удержалось, все. Вот, а если мы, к примеру, варим уже трубу, там, например, паропровод или газопровод, да, то мы уже берем основные электроды, которые обеспечивают уже более равнопрочные снияния, но ими варить сложнее, там, на фоне, там, 13-45, вот. Имя варить сложнее, но зато качество шва уже другое. Поэтому, то есть, это как вот у девушки кисточки, да, что ресницы красит, вот эта кисточка тоненькая, для этого, это, для этого, люди, как бы, что ресницы-то одни, а кисточек 36, вот с электродами так же. Так, а это задающий вопрос у меня. Хорошо, это мы поняли право, то, чтобы было прочнее шов, а сам шов, вот, ровнее, там, я не знаю. Это уже техника с варкой. Это уже техника конкретного человека. Нет, а эти техники, они описаны. Да. Вот, уже, слава богу, 130 лет уже мы, как сварка, используемся только дуговой. Вот, то есть, они есть, но все равно они зависит индивидуально человеку, ну, то есть, мы же все знаем, как рисовать, вот, но не каждый из нас фикаса, да, вот тут такая же. Вот, ладно, поехали дальше. Скажите, вот, современные электроды, они практически по виду не отличаются. Ну, они выглядят твои реайки, потому что, вот, если я сказал, что раньше, да, вот, в бочку макнули, на веревочку повесили, сушатся. Я сам делал электроды лично, вот таким способом. Вот, современные электроды, конечно же, делаются не так. То есть, это специальная машина. То есть, определенные системы мешают вот эту смесь. Потом, в этой машине, эта смесь через специальную форсунку поддается, проволока идет с плашным потоком, с огромной бобиной, и прессом под давлением, вот эта обмазка наносится, и тут же она проходит через камеру, она тут же сушится, тут же это автоматически рубится, фасуется, если надо, наносятся необходимые элементы. Вот, тут вот, тут вот, тут тоже старенькие. Это тоже старенькие. Вот, а тут и сапп. У меня на шкафу. А, вот, вот, кстати, посмотрите, вот здесь вот ключки, саппуски электроды, если вы увидите, там каждый электрод вот здесь вот с краю, красненьким цветом, видите, промаркировано, прямо на обмазке, циферке, луковке. Да, и что? Ну, то есть, вот современный электрод, уже который автоматически выполнен, то есть, он идеально изготовляется, ему придается нужная форма, он определенным образом обрезается, маркируется, на его наконечничек, вот на этот вот, наносится специально как на спичку, такой состав, чтобы он легче поджигался, вот, чтобы свадчик не толпил его, вот, как вы видели, а так чуть черканул, пошел, назад пошел. То есть, вот современные электроды, они так. Но это, как бы, вот, уже, что называется, мы находимся в жертве огромных объемов производства. А, в принципе, электрод можно сделать, говорю, вот, на любой машинопракторной станции. Сейчас нет, потому что вот те электроды, которые делаются в огромных объемах, специальными заводами, вот, они стоят дешевле, но это то же самое, как к примеру. Расчевку мы же тоже можем выпилить, да, литлобом. Нет, кафедра у нас же вроде какие-то смеси-то изобретала. Кафедра в свое время у нас занималась разработкой электродов для сварки никеля. И на, ну, мы дойдем еще до туда, я расскажу, куда это. Вот. То есть у нас сейчас не делают в России, да, или только вот эти электроды? Сейчас нет необходимости. Нет, в России делают. Нет, в Тюмее делают, в Питере делают, в Лосино-Островске электроды есть, в Екатеринбурге есть завод по производству электродов. Вообще, в Перми делали электроды. Последние электроды, которые я знаю, в Пермске, в Уралхим монтаж делают электроды. Я делал еще лет 5, ну, может, 10 назад. Но в борьбе гигантов по производству электродов наши небольшие Пермске деплетия потихонечку это потерпели фиаскор. То есть сегодня, на сегодняшний день в Пермском крае электроды не делает никто. Но, когда мы говорим об этом стенде, я считаю, что тут надо им сказать, что это вот проще всего создать эти условия. И вот, опять же, по хронологии, мы красилием авиобумбу, которая изготовлена при помощи вот таких как раз ручных, собранных на коленке электродов. И уникальность ее вот том, вот Алексей очень хорошо это рассказывает, что там, я на этом не разбираюсь, это уже его епархия, что это вроде как снаряд, какой-то Первой мировой войны, или там еще даже может быть довоенной, там чуть ли не с японской войны, оставшейся на складах, и вот нужны были боеприпасы, берем старые боеприпасы, берем электроды, которые мы сделали на коленке, вот, и превращаем это в готовый современный боеприпас, который мы можем убить фашистов. Так бы этого не было, так бы для того, чтобы сделать такую бомбу, нужны были бы производства, заводы, люди, технологии, которых у нас нет, потому что люди в окопах, заводы разбомблены и так далее, но вот, благодаря сварке, мы из подручных материалов начинаем изготовлять боеприпасы и показываем там эту дулю в нашем охватчике. Так, дело в том, что на шестой экспонат горелка для сварки трехфазной дугой в разрезе, вот, очень походит вот этот экспонат, который мы здесь видим под цифрой 10, я, к сожалению, не нашел, где здесь цифра 10, вот цифра 10, вот, плазматрон, горелка для плазменной сварки, все верно, тогда, все, подмена точно, вот там как раз плазматрон, вот, это, вот, это дело не в более новое, просто это другое, да, то есть, это, вот, вот, это пять лет, и получается, что нас не стыкуется. Да, и да, вот, давайте я вам покажу, вот, здесь мы как раз говорим о том, что, кстати, я бы ее вообще на самый закусь оставил, но если говорить об этом стене, да, вот, почему он после сразу, тем более, что даже тут четко видно, что речь идет о 88-м году, да, то есть, мы как-то сразу с 42-го, на 46 лет перепрыгнули, на 88-й, вот, почему это так произошло, не знаю, вот эти двои вещи надо поменять, ну, чтобы, ну, расскажите, раз она в договор с вами, вот, нет, она не относится, я ставлю на закуску, потому что я бы ее здесь поставил чуть ли не последнюю цифру, а вот, по цифре 6 я бы поставил, соответственно, вот эти швы, потому что здесь как раз очень наглядно, то есть, когда мы проговорили про электроды, да, когда мы проговорили, что вот авиабомбой, даже вот ребенок этими электродами как-то вот заварили, и можно тут рассказать, ну, вот мы видим, видите, качество этих швов, оно никакое, и даже мы видим, что одна, Даша, подскажи, как это правильно называется, стабилизатор, одна часть стабилизатора даже отвалилась, вот, то есть, ручная, здесь можно сказать о том, что ручная дуговая сварка, она, вот, с одной стороны, простая, но, с другой стороны, она требует большого внимания со стороны сварщика, опыта, ювелирная работа, да, ювелирная работа, это первое, а второе, в чем проблема, она все равно, даже с ювелирной работой и так далее, качество шва у ручной дуговой сварки, оно будет все равно невысоким, вот, и в этом плане, вот, очень хорошо и наглядно мы здесь видим сварные швы, которые выполнены опытнейшими сварщиками, вот, просто они образцово-показательны, это, как бы, вот, ровно исходя из каких-то ваших, вот, этих, вот, ну, гритериев, да? Да, 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 то есть, чтобы выполнить такие швы, тут должны были быть очень опытные, качественные сварщики, это дуговые способы сварки, и здесь хорошо показано, вот, смотрите, вот, на обычной пластине продольный односторонний шов, если пластина большой толщины, за раз ее ручным, дуговым способом не пройти, поэтому, вот, образец, почему-то, не подписанный номером, вот, вот этот, вот, мы здесь видим, здесь двухсторонняя сварка, то есть, когда большую толщину нам надо проварить, мы образец разделываем с двух сторон, и варим с одной стороны, потом с другой стороны, вот, и вот, обратите, хороший наглядный пример, вот, сварка алюминия, вот этот вот образец, он, кстати, у вас тут есть, сейчас, сейчас, образец двухсторонний, односторонний элемент трубы, что это за образец, пластик, я не нашел такой, а этого нету, ну, короче говоря, вот я вот, надо, конечно, его в руки взять, помазать, но по внешнему виду видно, что это алюминий, вот, и вот как раз хорошо, я легко показано, что вот на алюминии он жидкотекучий металл, на нем вообще получается достаточно такой, не сказать, что красивый шов, всегда, да, всегда, как, причем, надо сразу проговаривать, что, ребят, вот это идеальные швы, для этого способа здесь, просто вот, они изумительные, потому что любой из вас начнет варить, он получится, вот, что-то, как вот на этой авиабомбе, вот, то есть, чтобы вот так научиться варить, это надо быть хорошим профессионалом, вот, а вообще, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, в основном, ручная и друговая сварка используется, либо в полевых условиях для изготовления вот таких вот врезок, как мы видим, либо в каких-то ремонтных условиях, как вот здесь у нас седьмой образец, ремонт поршня, вот, ну, или там, ремонт автомобиля, или еще чего-либо там, строительство, наверное, строительство, там, и так далее. А вот этот ремонт поршня, это он, как бы, просто была трещина, видимо, да, это вот, вот эта полоса ведь является, да? Я думаю, тут момент какой, там, где на стенах полоса, там раньше были компрессионные кольца, ну, то есть, чтобы обеспечить компрессию работы мотора. Со временем, если, допустим, эти кольца лопаются, и так далее, проточки под эти кольца, их разбивают. Если они износились, то поршень уже работать не может. А как вы видите, здесь, почему показать, взять именно большой поршень, то есть, изготовление такого большого, крупного поршня из алюминия, это много денег. Сварка, чем она уникальна, она позволяет не тратить, да, то есть, когда у нас, опять же, в военных условиях, то есть, у нас вот сломался там, у него сгорело торт, вылетели кольца, так далее. Новый поршень нам просто не привезут. Проблемы со снабжением там, окружают нас и так далее. Но у нас есть сварочный аппарат. Вот. И есть сварщик, который, соответственно, сейчас нам все это заплавит. Мы возьмем это на токарном станке, заново сделаем тоненькие, ровненькие проточки, как она требуется, вставим кольца, и наш танк снова бьет врага. Вот. То есть, ручная дуговая сварка в этом плане нас сильно выручает. Вот. Ну, и потом, соответственно, на самую закуску, так как этот стенд посвящен дуговым способам сварки, то есть, говоря о дуговых способах сварки, нельзя не забыть про еще два способа сварки. Это аргонно-дуговая сварка и сварка под слоем флюсов, плавящим селектролем. Вот. Начну с... Это как бы один такой комплекс. Да, это как бы один такой комплекс. Вот. По-простому вы можете его даже назвать так. Доступные или общенародные способы сварки. Вот так вот. То есть, на сегодняшний момент этими способами сварки, в общем-то, они доступны, им владеет каждый. Вот. Итак, значит, аргонно-дуговая сварка. Аргонно-дуговая сварка. Вот здесь у вас есть источник для аргонно-дуговой сварки. Угу. Вот. Здесь у нас есть горелка для аргонно-дуговой сварки. Угу. И можно хорошо проиллюстрировать. Более того, можно провести связь с соседним павильоном. То есть, вообще, аргонно-дуговую сварку в первую очередь начал испробовать Бинардосу. Ага. Понятно. Тот самый. Да. У него даже у вас есть там горелка, который нам подарил институт Патона. Но это тот зал. Я не могу сейчас возвращаться. Не будем. Там есть горелка, где неплавящийся электрод и подача защитного газа. Вот. Со временем мы поняли, что использование угольного электрода, как хотел Бинардосу, это не... Это плохо. Это низкое качество, выгорание, зауглераживание металла. Но, например, детали. Плохо. Поэтому мы сами придумали использовать вольфрам. Тоже. Это тот же неплавящийся электрод, как у Бинардоса, только он вольфрамовый. Вот он, он здесь. Он зажимается в цангу, через которую идет подача электрического тока. И сверху мы надеваем керамическое сопло. И вот через эти отверстия, как раз, мы подаем защитный газ. В сопле он формируется в виде равномерного потока и защищает нам зону сварки. Вот. А потому что, когда мы нагреваем металл, металл становится активным. И если металл нагревать просто на атмосфере, он окисляется. Если мы не будем его защищать, сварной шов не получится. Он превратится в кипящую в кислороде в ванну. Мы получим поры, несплавление, шлак, грязь и так далее. Нам надо защитить сварочный шов, чтобы он получился. Почему? В электродах мы используем обмазку. Обмазка выполняет ту же самую функцию. Когда мы варим, она расплавляется и с собой защищает шов. Если бы она не защищала... Кстати, вот Николай Гаврилович первый обратил на это внимание, ну там с Бенадусом вместе, как сказать. Вот. И он-то применял битое стекло, мы все помним. Это была тоже обмазка. То есть он бил стекло и сыпал. То есть если мы будем просто греть проволоку электрическим током, процесс сварки не получится. Сварщики говорят, извините за мой французский, насрали тут как-либо. Такая как-либо. Какашки какие-либо. Вот. То есть чтобы шов получился красивый, как красичку, его надо защитить. Вот. В случае со славянным он защищал набитым стеклом. А здесь, значит, аргон? Ну вот его еще бендердост пробовал, условно говоря. Вот. У нас есть такая фотка. Это газовая или аргонодуговая фонда? Это газ. Более того, это даже не сварка, это резко. Это газовый резак. А, то есть нам это не надо. Зачеркивайте. Так. А то есть еще подойдет, что здесь как бы сразу спрошу. То есть у нас по большому счету по материалам, относящимся к этой теме, это вот эта витрина и вот эта. И вот мы же еще... А, и вот тот еще. Я просто двигаюсь, чтобы вам это все связать. Хорошо, просто я к тому, чтобы художник тоже понимал, что... Так, я так понимаю, вот художник и рассказывает, чтобы он понимал. Ну, нет, ему-то тоже. Так вот смотрите, последовательность, условно. Итак, вот это аргонодуговая, я говорил, не плавящийся электрод, подача газа, сварщик нажимает кнопку, источник генерирует высокое напряжение, молния прожигает между этим электродом и изделием, пробивается вот эта молния, возбуждается дуга и начинается процесс сварки. Вот, но аргонодуговая сварка, вы видите, тоненький очень электрод, вот, небольшой сварочный дуг, вот здесь у нас источник, он до 200 ампер максимально. Вот, то есть, это такой очень нежный, очень тонкий, мягкий шов. И, соответственно, производительность. Трубу, трубу, нет, варят, варят обязательно, варят им трубу, потому что качество изумительное. Все с электродами, вот просто, и частота шва, медленно, вот прям медленно. То есть, это такая тонкая, варят не сплавляется, он стоит. А за счет чего тогда шов? Вот, правильный вопрос. Во второй руке сварщик держит присадок. где он? Ну, здесь его нету, это кусочек проволочки. Надо сделать. Можно сделать. Я могу, кстати, вам принести, у нас есть их много, в карман, в карман сварщиков, воткнем присадок. Вот, он одной рукой держит горелку, другой присадок, и пошел в поле. Вот, но я говорю еще раз, производительность невысокая. А в советское время, 88 год, вот, мы думали о том, как надо больше, ширше, глубже. Вот, да, вот я тут подвожу. И вот тут у нас есть экземпляр. Вот это, это так называемая аргонодуговая сварка трехфазной дугой. Видите, там тоже вольфрам. Желтенький? Нет, не желтенький, это желтенький, это корпус разрезанный. Вон, два электрода, заточенные, как копья, как стрелы. Видите? Вот, надо тут свет, и тогда было бы все прекрасно видно. Хорошо, мы проверим дальше. Итак, вот это такая же горелка, как ту, которую я держал в руках. Ну, только. Только в ней, только в ней. Эти электроны стоят вот так вот, вот, вы видите, там они так. Ну, да. Вот, ну и она значительно мощнее, то есть под большие токи. Вот, и к ней мы подаем переменное напряжение трехфазное. То есть, фактически, дуга там прыгает между этими электродами и не там, в зависимости от того, какая фаза в данный момент происходит. Вот. И этот способ дает очень высокую скорость, эффективность. Но правда, учитывая, что горелка здоровенная, то это, конечно, для автоматических систем, и так далее. Но, вот вы говорите, трубы, да, вот в свое время, в 80-е годы, его в частности применяем для сварки продольных и кольцевых швов, труб из нержавейки, то есть из дорогих сталей, для того, чтобы обеспечивать большую скорость и проплату. Ну, и так, вот это у нас огромный вопрос. Да, А я и дальше. Который, Который,